Золото – самый мягкий и ковкий из всех металлов. Путем сжатия его можно сделать очень тонким, придав различную форму. Даже можно вытянуть очень тонкую проволоку. И все это не ломая его. Золото не подвержено воздействию воды или кислорода, как многие металлы, поэтому оно и не ржавеет, и не тускнеет. В основном золото находят в рудных жилах или жильных месторождениях. В сосредоточениях золота и других металлов в трещинах горных пород. Для разработки рудных залежей требуется проведение горных работ в крепких породах. Процесс извлечения золотоносной породы, руды, осуществляется бурением или взрывом. Шахтеры спускаются более чем на полкилометра под землю. Камани бурят отверстия по специальной схеме, разработанной горными инженерами. Эти отверстия для взрывчатых веществ, и для них используется длинный легкий бур. Инженеры точно знают, где расположены эти золотоносные жилы, благодаря геологам горнодобывающей компании, которые изучили образцы руды. Фирма собирает эти образцы, проделывая глубокое бурение с интервалами в 15 метров. Эти, как их называют алмазные буровые керны, имеют длину около 100 метров и диаметров 3,5 сантиметра. Золото в естественном состоянии нечистое. Оно обычно перемешано с серебром или другими металлами. Поэтому потом добытую руду надо обработать, чтобы отделить и извлечь золото. Из метрической тонны руды получается всего около 6,5 граммов золота. После подрыва породы взрывчатыми веществами шахтеры загружают погрузочную машину, чтобы перевести руду в вагонетки, отправляющиеся в главный шахтный ствол, и затем на поверхность на обогатительную фабрику. Там дробилка превращает большие куски в меньшие до размера гравия. Затем мельница размельчает до текстуры песка на пляже, добавляется вода и раствор цианида. Потом еще одна мельница растирает уже до состояния грязеподобной массы. Кульпа стекает в большие отстойники. Влажные твердые остатки, как более тяжелые, оседают на дно, а верхний слой воды отводится в другое место. Рабочие перемещают эти остатки в бак для смешивания и обдувают воздухом. Кислород вызывает химическую реакцию между цианидом и упрятанным в руде золотом, вынуждая золото выйти из руды и оказаться в окружающей его воде. Далее барабанные фильтры отделяют воду от твердых остатков. Теперь эту воду смешивают с той, которую отделили ранее. Для затвердения растворившегося золота добавляют цинковую пыль. Чтобы переплавить это в слитки, необходимо приготовить химическую смесь из двуокиси марганца, флюорита, кварцевой муки, буры и азотно-кислого натрия. Эта химическая смесь, флюс, отделит золото от примесей. Это помещают в плавильную печь с температурой 1600 градусов Цельсия. Печь вращается, чтобы содержимое равномерно нагревалось. Через два с половиной часа более тяжелое золото, естественно, опускается на дно, а примеси, так называемый шлак, плавно плавает на поверхности. Шлак выливают и берут пробу, чтобы убедиться, что в нем не содержится золото. Если же оно есть, то его заливают вновь до тех пор, пока в нем не останется золото. Теперь золото немного остыло, поэтому его опять нагревают до 1600 градусов Цельсия, а потом разливают в формы в виде слитков. Золото затвердевает примерно за 4 минуты. Потом нужен еще час для окончательного охлаждения в резервуале с холодной водой. Золотые слитки извлекают из формы и очищают от остатков шлака. Эти слитки также называют брусками. На этой стадии золото на 80% чистое. Затем на монетном дворе его очищают до чистоты 99,9% международного золотого стандарта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова